Знаете ли вы, что нарушения сна не только влияют на наше настроение и работоспособность, еще они повышают риск развития инфаркта и даже рака. Поэтому сон нужно налаживать. Один из самых эффективных методов – это светотерапия. Как она работает? Я сегодня приехала в Центр ментального здоровья, чтобы в этом разобраться в очередном выпуске нашего сериала «Ментальное здоровье в большом городе». Какие же нарушения сна чаще всего бывают у москвичей и как с ними бороться с помощью яркого света? Сейчас узнаю. Штуркина Анна Сергеевна, медицинский психолог Центр ментального здоровья. Анна, здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Мы сегодня с вами говорим про нарушения сна и способы избавления от этих нарушений. По статистике, у 90% москвичей сон не очень хороший. Кто-то просыпается среди ночи, кто-то долго не может уснуть. То есть проблемы бывают разные. С какими нарушениями сна чаще всего встречаются москвичи? На что жалуются? Чаще всего с бессонницей, с тревожным сном часто просыпаются наши клиенты. Часто их беспокоят разные тревожные мысли перед сном, из-за чего они не могут заснуть. В связи с этим они просыпаются неотдохнувшими. Ощущение усталости сопровождает их течением всего дня. С чем вы связываете такие проблемы с сосном у москвичей? Почему мы так плохо спим-то? Большой город влияет, потому что мы сталкиваемся с огромным количеством стресса в виде большого количества разных информационных шумов, которые нас окружают. Сколько, по-вашему, нужно спать, чтобы всё-таки высыпаться? Вот говорят, норма 7-8 часов. Но я, например, иногда сплю вроде 7-8 часов, а всё равно просыпаюсь какая-то как будто бы разбитая. То есть это значит, мне надо спать больше, или всё-таки значит, я сплю, но какие-то нарушения сна у меня при этом есть? Нарушения сна, значит, есть. И здесь, конечно, важно и количество часов, в которые вы спите, но и важно, когда вы засыпаете. Всё-таки важно засыпать где-то до часу 12, желательно до 11 вечера. И тогда, возможно, вам хватит даже 6 часов для того, чтобы выспаться и чувствовать себя отдохнувшей. Это связано с выработкой... С выработкой гормонов, именно так. Серотонина и мелатонина. Вот я знаю, что вы в своей работе применяете метод светотерапии для как раз нормализации вот сна и наших биологических часов, циркадных ритмов. Можете мне показать, как это работает? Конечно, пойдёмте, пойдёмте. Что вот это такое? Это, собственно говоря, лампа, с помощью которой мы проводим процедуру по светотерапии. А как вот эта процедура проводится? Что надо делать? Можно мне сейчас такую? Можно. Присаживайтесь. Процедура проходит следующим образом. Сейчас вам нужно будет закрыть глаза. И на протяжении отведённого времени лампа будет направлять на вас свет и тепло. На зону вашей головы и шеи. Давайте тогда попробуем. Всё. Так, готово? Сажусь, закрываю глаза. Да, готово. Так. Итак, у меня начался сеанс светотерапии. Анна, у меня вот тогда такой вопрос. Я думала, что нарушение сна нужно лечить с помощью темноты. То есть всегда советую, да, выключать свет, зашторивать шторы, чтобы было меньше света, и тогда все гормоны, мелатонин и так далее будут вырабатываться лучше. А сейчас на меня прям светит яркий свет, несмотря на то, что у меня закрыты глаза. Ну, я наоборот, какое-то происходит прям в глазах, короче, свет яркий. Вот почему мне это должно помочь? Как это работает вообще? Ага, ну смотрите, ну на самом деле про темноту совершенно тоже правильно говорите, подмечаете. Это можно делать перед сном как раз таки. А говоря про лампу и про свет, свет проникает через нашу сетчатку глаза, стимулирует наш гипоталамус и выработку серотонина. Тем самым мы начинаем чувствовать себя бодрее, более радостными и более спокойными. И приостанавливает выработку мелатонина как раз таки. Вот, поэтому эта процедура помогает на протяжении дня чувствовать нам себя бодрее. Как часто нужно проводить вот такие сеансы светотерапии, чтобы качество сна улучшилось и там человек хорошо заспал? Или это надо вот, не знаю, месяц, два, три или достаточно недели бы походить к вам? Мы проводим курсом от пяти до десяти сеансов частотой раз в три-четыре дня. А что дополнительно к этому проводится, не знаю, или в принципе светотерапии некоторым достаточно для того, чтобы циркадные ритмы нормализовались? Это зависит от тяжести проблемы, с которой сталкивается клиент. И здесь уже врач-психотерапевт назначает курс лечения, в том числе процедур. А сколько длится одна процедура? 15-20 минут. Со светотерапией я разобралась, поэтому всем, у кого есть нарушение сна, возможно, вот именно этот метод восстановления циркадных ритмов поможет именно вам. У меня ещё есть один вопрос, но я уже готова его задать без, собственно, светотерапии. Можно погасить, а то я боюсь откроют глаза. Кто может избавиться от нарушения сна самостоятельно, без светотерапии? То есть есть ли какие-то способы, которые можно попробовать дома самостоятельно, прежде чем всё-таки к вам идти? Ну, во-первых, это совершенно базовые такие рекомендации про налаживание режима сна. Можно засыпать в одно и то же время, питаться тоже примерно в одно и то же время, несколько раз в день. И желательно там за несколько часов до сна. Ну, какие-то такие базовые рекомендации. Гигиена сна, да? Гигиена сна. Я поняла. Вот так вот, друзья, проблемы со сном бывают у большинства москвичей, поэтому светотерапия в Центрах ментального здоровья Москвы это как один из интересных и таких любопытных и эффективных методов, собственно говоря, восстановить ваш сон. Спасибо вам большое, Анна. Спасибо вам. Любите себя и свой город москвичей и сладких снов. Пока-пока. Продолжение следует...